На прошедшей неделе из шести ДТП с материальным ущербом в одном пострадали люди. 14 ноября на улице Маяковского у дома номер 5 водитель Сузуки СХ4 столкнулся с автомашиной Рено Логан. В результате ДТП водитель Рено получил телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась. Сотрудники УВД продолжают регистрировать случаи мошенничества, в которых жертвы переводят злоумышленникам крупные суммы денег. На абонентский номер Сравчанки поступил исходящий звонок. В ходе телефонного разговора неизвестное лицо сообщило о том, что от лица Сравчанки, то есть заявителя, была попытка оформления кредита на гражданина соседней страны, в связи с чем необходимо выполнить процедуру обновления балансового счета. Женщина выполнила все указанные действия, оформила кредит и перевела в руки злоумышленников 526 тысяч рублей. На такую же схему обмана попалась еще одна жительница города. Сумма ущерба во втором случае составила 300 тысяч рублей. Зарегистрировано заявление от медсестры КБ-50 о том, что в приемное отделение обратился гражданин 90-го года рождения. Со слов 15 ноября в 19 часов был избит неизвестными. Диагноз – ушиб мягких тканей левой переобитальной области, ушиб левого бедра и ушиб левого коленного сустава. Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, пока не установлено, кем был избит. Были на минувшей неделе и раскрытые преступления. Сотрудники ОВД нашли украденный самокат на сумму 5000 рублей. Пропажу передали владельцу, а вора привлекли к ответственности.